Древняя Китайская земля Повсюду культурные памятники, достопримечательности и прекрасные пейзажи. Пятитысячелетняя история цивилизации прибавила этой земле бесконечную обворожительность. Сегодня Китай в новом облике предстал перед всем миром. Вторая по величине река Китая Хуахэ протекает по лесовому плоту. Так же, как и инцы, китайцы величают ее рекой-матерью. Обе они кормили китайскую нацию, создавали китайскую цивилизацию. Эта святая керамика насчитывает семь тысяч лет, а бронзовые изделия изготовлены четыре тысячи лет назад. А китайские иероглифы на кости и черепашьих панцирях запечатлели древнюю и блестящую цивилизацию китайской нации трехтысячелетней давности. Четыре изобретения, которые оказали важное влияние на развитие человеческой цивилизации, родились также в бассейнах рек Хуанхэ и Инсци. Это изобретения компаса, бумаги, пороха и книгопечатания. Занимая ведущее место в мире в области науки и техники, Китай имел также и другие важные открытия в технических областях, куда входили навигация, метеорология, математика, пуск ракет и так далее. И все это было в XVI веке. Всем этим мы обязаны китайцам, потомкам императоров глубокой древности Янди и Хуанзи, предков китайской нации. Все китайцы, живущие во всем мире, их потомки. В легенде говорится, что после смерти Хуанзи он был похоронен в горах Малесовым плато. Ежегодно в день поклонения усопшим, китайцы, живущие в стране и за ее пределами, приезжают сюда почтить память Хуанзи. Это торжественное мероприятие на Лесовом плато. Немало китайцев берут здесь себе горсть земли, чтобы помнить о своем родном крае. В этой гигантской гробнице, площадью 2500 квадратных метров, погребен первый китайский император Циньши Хуанзи, живший 2100 лет тому назад. Он был первым китайским императором, под его руководством был объединен весь Китай. Хаца Циньская империя просуществовала немного времени, она оставила миру два чуда. Погребальные статуи воинов и коней и Великую Китайскую стену. 6000 керамических фигур воинов величиной живого человека выстроились в боевой порядок. Они олицетворяют могущество и расцвет Циньской империи. Великая Китайская стена строилась и ремонтировалась в период правления всех династий Китая. Ее протяженность 6600 километров. Она является самым величественным искусственным строительным объектом на земном шаре. Династия Тан в истории Китая была одной из самых мощных. Это портрет императора Танской династии Лиши Миня. 1300 лет тому назад он, как великий политический деятель, обладающий выдающимся умом и талантом, превратил Танскую династию в одно из самых богатейших и мощных государств мира того времени. Этим истинно гордятся все китайцы земного шара. В то время династия Тан поддерживала дипломатические связи более чем семьюдесятью государствами. Вы видите самые крупные буддийские пещеры. Две трети из них были высечены в эпоху Тан. Среди статуи настенных росписей всех династий наиболее великолепными и пышными являются искусные шедевры Танской эпохи. Сегодня музыка и танцы Танской эпохи, созданные на основе настенных росписей, являются одними из самых любимых номеров художественного искусства. Среди религиозных скульптур всех династий Китая самыми изящными и великолепными являются статуи, высеченные также в Танскую эпоху. Это статуя Будды Вайручана в Лунминьских пещерах. Высота ее более семнадцати метров. А это самый большой по величине в мире Будда. Его высота семьдесят один метр. Китайцы говорят, гора – это Будда. Будда – это гора. Две статуи. Одна самая красивая, другая – самая большая. Шелковый путь в период расцвета Танской династии также был самым развитым и оживленным. Он начинался в китайском городе Сиань, проходил через Синьцзян, доходил до Средней Азии и далее до Средиземного моря. Этот путь появился две тысячи лет тому назад, в эпоху Хэнь. Караваны верблюдов по этому пути непрерывно поставляли шелк в страны Западной Азии, поэтому он и стал называться шелковым путем. Государства Европы свое знакомство с Китаем начинали с шелка и фарфоровых изделий. Более трех тысяч лет тому назад китайцы изобрели фарфор. Китайский шелк по шелковому пути направлялся на Запад, откуда по нему же в Китай проникла религия. Раньше всех распространилась буддистская религия, которая 1900 лет тому назад, в период правления династии Восточную Хань, пустила корни в Китае. Сегодня китайскую религиозную культуру составляют четыре основные религии страны – даосизм, буддизм, мусульманство и христианство. Более двух тысяч лет тому назад в восточной части провинции Шаньдун, Китая появился великий мыслитель Конфуций. Он создал целую систему идей и канонов в области философии и политики. Его сборник Луньюй, беседа и суждения, стал теоретической основой управления государством для императоров всех династий. Ныне ежегодно устраиваются торжественные церемонии по случаю Дня рождения Конфуция, которые привлекают множество китайских и зарубежных туристов. Идеи Конфуция и по сей день по-прежнему сохраняют очень мощную жизненную силу. Они уже нашли себе надлежащее место в современном обществе со стремительно развитой экономикой. Глядя на этот таинственный и яркий лес пагод, любой китаец сразу подумает о гимнастике Ушу. В Китае изданно существует традиция заниматься этой гимнастикой. Такие изумительные движения вызывают восхищение людей во всем мире. Сегодня большинство людей занимаются гимнастикой Ушу для закаливания здоровья. Китайцы отличаются мирным, спокойным и устойчивым характером. Такими их можно увидеть на новогодних картинках. Вышивка считается особым мастерством китайцев. Они своими умелыми руками с помощью серебряных иголок и ниток вышивают многообразный мир. Пекинская опера с помощью нескольких предметов реквизита и театральных костюмов может образно рассказать людям истории, происшедшие в древности или в настоящее время. Замечательные акробатические трюки со своими звонкими напевами и разнообразными масками глубоко покоряют многочисленных зарубежных зрителей. Редактор субтитров А.Семкин твоих